хотела вам во влоге показать и на этом и закончить влог даже не помню с чего начала начинался но сегодня впервые за очень долгое время я побывала в магазинах и мне нужно было вообще купить подарок своим родным кое-что докупить скажем так и что из этого получилось то что конечно я и себя не обделила так как я все заказываю через интернет и кое-что я увидела мне захотелось тоже и я решила взять собственно говоря начну давайте с подарков бабуля взяла и будет 70 лет вот такой вот парфюм от гучи 50 миллилитров она у меня просто обожает парфюмы поэтому это я взяла ей потом бабуле взяла я два крема от лореаль 50 плюс возраст эксперт ночной и вокруг глаз а дневной я не так давно передавала поэтому лоранция и давала поэтому я не стала покупать тетя взяла я ну из того что несмотря на то что конечно куча подарков всяких других то что именно из косметики вам показываю взяла вот такой вот ей было 40 лет 35 плюс ночной крем потом взяла вот такой вот ей крем от мэйбеллинг кстати по моему я ей уже и покупала будут не помню в ноль втором оттенке я вот тестила тестила мне он так не буду открывать мне он так понравился что думаю если бы не было так много у самой тональников я бы и купила потом дедушке тут после бритья что-то купила братику своему купила очень мне понравился вот этот вот мужской кларанс для антиперспирант в стике это взяла ему ой за это мне кстати дали в подарочек то что у меня уже в принципе тоже есть два таких вот пробничка но в любом случае тоналки которые у меня есть и и крема которые тоже у меня есть но было приятно ну и теперь давайте перейдем к тому а нет что еще из подарочков еще я купила вот я сегодня просто была в поисках я не могла нигде найти я очень надеюсь когда я буду в поездке в общем то к чему это все я очень надеюсь увидеться с одной девочкой и она блогер я смотрела ее видео не буду говорить кто это но короче говоря я знаю что она хочет эту палетку хотела себе купить что она любит палетки слик я сегодня просто пол вечера под честно потратила на то чтобы найти эту палетку палетка bad girl я наверное думаю она не обидится если я просто покажу что вообще как она выглядит я сама из честно даже толком не разглядела плохо сейчас пальцы все мои останутся но палеточка опа выглядит под подписанные оттенки данного с такой этой палеточка выглядит вот таким вот образом себе бы я в такую точно не взяла это абсолютно все не мои цвета но большая часть точно поэтому до себе я даже и не думала такую палеточку но ты все что касается подарков то что именно я вам показываю что я взяла не себе теперь давайте перейдем к тому что до за покупку кстати двух продуктов трех продуктов от слив не дали вот такую какую-то непонятную косметичку но если учесть что у меня вообще никакой нет думаю на работу даже если помаду что-то такое закинуть она вместительная довольно таки будет самый раз в любом случае это очень очень приятно я увидела у нас нет давайте продолжим я что путаюсь я путаюсь я давно хотела но так как я говорю не хожу по магазинам вы знаете я все заказываю только через интернет я купила палеточку вот эту all so special у меня до нее не доходили руки у нас кстати вот эти палетки сейчас стоят по 800 рублей и на них почему-то даже не идет никаких акций ну в общем странно вот такая палетка она есть у моей подруги я ее видела я ее в магазине подтестила давно еще мне очень конечно повторов куча вот эти цвета повторяются например из ателье т19 вот эти некоторые из неки но я не знаю почему я ее хотела я просто ее хотела зачем-то может быть я в нее влюблюсь и скажу что она просто супер как хорошо что я ее купила а может я сейчас на нее посмотрю и решу что я ее тоже кому-нибудь подарю не знаю даже погляжу пока не буду ее тестить даже у меня есть шторм палетка я не довольно-таки часто пользуюсь ой простите за звук мне кажется нравится и давно я хотела но опять-таки по той же причине что не бываю магазинах это блеск их мне не нравится то что здесь кто-то фигню какую-то здесь наклеили блеск здесь 10 грамм сейчас я это деру приклеиваю сюда оттенок 942 powder pink я его ты всего мне понравился только он на камере он передается таким каким-то да нежно-розовым вам а он прям такой ярко-ярко какой-то розовый вот прям знаете аж ярко-ярко розовый в тюбике а здесь он такой нежный просто очень приятно пахнет но у него не очень приятный привкус и об этом говорили многие блогеры и я должна была проверить это на себе ну посмотрим как буду не буду пользоваться он у нас кажется рублей 350 стоил дальше то что меня сегодня просто вот просто покорила это я я была в разных магазинах в ревгоше и в севиле у нас помада три мыль я просто увидела цвет я ее взяла потестил lasting finish color rush вот такая вот я даже не знаю что это за оттенок где он здесь написан я искала искала и не нашла девчонки не знаю но это смысл в том что это бальзам написано помада бальзам для губ вот так вот она выглядит в карандаше очень красивый цвет он на губах просто на моих губах он смотрится отлично он мне подходит но я хочу сказать главное она супер устойчивая супер просто если вы увидите эти помады хватайте их я куплю себе еще обязательно другие цвета когда она сначала такая глянцевая но когда она с губ начинает сходить остается матовый пигмент но он не сушит губы не знаю что будет дальше сегодня весь день с ней проходила и просто в огроменном я восторге далее вспомнила я когда ходила по магазинам то что многие эстониану например рассказывали про вот эту штучку для бровей maybelline dark brown оттенок у меня этот тушь для бровей вот с такой вот странной щеточкой я для себя решила если мне вот эта толстая не подойдет я просто вот так обрежу и буду пользоваться вот этой кисточкой но посмотрим это правда он как будто бы под засохший продукт ну не знаю может так и должно быть но что-то он что-то он нифига по моему не красит слушайте такое ощущение что кто-то до меня здесь уже его полностью прям полностью полностью использовала скажите он должен быть таким сухим просто реально такое ощущение что его здесь нет абсолютно а стоил он что рублей 400 кажется что-то такое следующая тоже касается блогеров я вспомнила что мне девочка писала буквально вчера олесечка у нее кулинарный канал тестивик она мне говорила будешь в магазине обязательно попробуй тени от лориаль оттенок не помню но я увидела вот этот я не знаю это люмьер что это за серия девчонки вообще не разбираюсь в этих косметиках лориаль рим или так далее не потому что не покупают а просто-напросто и вообще говорила что я однушки не хочу но настолько просто этот свет я его когда потестила он мне настолько сильно запал в душу я поняла что он он не просто шикарен смотрите а теперь посмотрите какой он на своче и как он передается он мокрый какой-то у него такой влажный до финиш как говорят он похож на один цвет из некит мне он безумно понравился и поэтому несмотря на то что я не покупаю однушки я его взяла далее моя тоже как-то я что увидела моя хотелка какого-то времени связанная тоже с одним блогером только уже блогиночка из токио она рассказывала но еще кажется зимой про этот корректор от шоссей да это корректор консилер да от темных кругов под глазами у меня оттеночек 105 здесь 3 и 8 миллилитра и он вы знаете идет такой я его потестила я его до этого уже как-то тестила мне очень понравилось то что он действительно он плотненький вот сейчас посмотрим новенький через сколько он здесь выдаст продукт мне кажется что он действительно перекроет просто все что можно и нельзя вот до сих пор еще не вышел продукт представляете вот пошел пошел он очень очень приятный он настолько он смотрите он настолько мне показалось хорошо просто будет все перекрывать не хочу больше я продукта зазря использовать я жадина мне вот мне прям понравился мне кажется он действительно все перекроет стоил он что-то две тысячи кажется примерно так он стоил я его я его все-таки решила решила взять кстати вот эта помадка стоила рублей 250 дальше румяна от риммель тоже стоили рублей 250 максимум просто максимум сколько они стоили а я случайно удалила цвет кажется это лайф пинг так наклейся обратно представляете цвет удалила это же это же страшная вещь 0 50 50 оттенок ладно я подпишу потом я вчера буквально в палетке сифора увидела то что мне очень понравился у меня там такой розовый оттеночек и вот эти немножечко переливающиеся в оранжевый цвет вот видите такие румяна очень красиво смотрятся похожи на румяна чуть-чуть своей переливом у меня были такие румяна они долго не держатся часа три-четыре выдерживают потом сходят но я безумно довольна этой покупкой что я вам еще не показала не показала две помады в общем тоже связанные с блогерами про лаковые помады очень много говорила но я в итоге не вот взяла лаковый очень много говорила маша что она их просто обожает на а нашим а главным не было пробником на этот цвет я сейчас вижу что он ярко розовый я его rose final я его просто сто второй оттенок я его просто взяла наугад мне сейчас страшно я вам скажу честно открывать ага и цвет кажись вы знаете мне он нравится как-то все вдруг подруга подходит но боюсь что он не не подойдет но факт в том что я тестила другой цвет нанесла на руку я еле вон у меня до сих пор осталось пятнышко я как только не терла и и потом я даже не разбираюсь в сериях правильно что сказала что это лаковая помада где это вообще можно прочитать я не знаю вроде бы это лаковая помада и была еще вот такая помада чудо мне меня на фиолетовая тянет это атласный флюид для губ shine карес обладает невесомой текстурой но давайте я вам покажу его я потестила нанесла ну как я тесте да я я в магазине была по временем где вот это покупала да я вообще все быстро покупаю как-то я не знаю это был не тот случай вне было запланировано поэтому я подолгу конечно не ага вот она она вообще так открывается вот я сразу видно то что у меня их не было это 402 оттенок вот такой вот фиолетовый смотрите мне очень понравился знаете ли оттенок я пока не знаю как это будет все смотреться на моих губах но цвет красивый цвет яркий или ее я не могла смыть я уже не помню но какую-то из двух я не могла смыть так что все а вот еще взяла я вот такой сахарный увидела что у кого-то был какого-то блогера не помню даже у какого видела что показывали вот эту фирму савонри или как она что это вообще за фирма я даже не знаю чья это вообще ничего не знаю савонри да россия санкт-петербург ухты состав не очищенный тростниковый сахар масло карите масло жжоба короче абсолютно идеальная штуковина стоило рублей 300 у нас я взяла с малиной и спросила скажите пожалуйста натуральный ли запах мне сказали да пробников не было эта штука запакованная и я сейчас вот так она выглядит о боже он правда пахнет абсолютно натуральной малиной это просто сахар и малинка я вижу компоненты малины у классом я теперь знаю я накуплю еще других штук от этой фирмы если мне понравится в душе 300 рублей как я уже сказала стоило так вот и все все что я вам хотела показать всем спасибо за просмотр и за то что вы были со мной пишите что из этого пробовали вы на что может быть стоит еще обратить внимание пройтись по магазинам они заказывать только через интернет так что мне да мне будет интересно кстати за не помню за все вместе сколько у меня вышло даже не скажу точно не помню так кстати не это а вот лаковая помада но она немножко так подтирается но посмотрим я конечно об этом обо всем вам еще расскажу всем спасибо за просмотр и пока пока